Привет! Уже заканчивается мой первый семестр в магистратуре, и я подумала, что неплохо было бы выделить причины, по которым туда вообще стоит идти. Первая и, наверное, главная причина, зачем нужно идти в магистратуру, это если вы хотите стать ученым. Вы хотите стать самым настоящим, который будет писать всякие исследования, ездить по конференциям. Возможно, вас будут приглашать в различные университеты, чтобы вы выступали в них, вели какие-то лекции. То есть это не совсем преподавание, а именно погружение в науку. Тогда ступень магистра является, если не обязательной, то очень-очень желательной. Только после этого молодые ученые уже идут в аспирантуру, дальше продолжают свой научный путь, какие-то исследования и так далее. Если честно, раньше я вообще не представляла, что это такое, и мне всегда казалось, что это не так интересно, как это на самом деле бывает, но это больше даже в каком-то смысле похоже на игру, когда ты пишешь то, что тебе нравится, изучаешь то, что тебе нравится, и делишься потом этим со всем миром. Это реально классно. Вторая причина, которую мы уже немножко затронули, это если вы хотите преподавать. Преподавать тоже не так страшно, не так скучно, как может показаться на первый взгляд, особенно если вы еще не закончили в школу. Мне кажется, это та вещь, которую втягиваешься со временем. Тем более, что преподавать студентам в университете это совершенно другое, это совсем не похоже на школу, и это тоже совершенно другой опыт. Причем можно совмещать две вот эти ипостаси, ученого и преподавателя, совершенно не обязательно быть одним и при этом быть вторым, и наоборот, но при этом при всем можно это совмещать, и это может стать вашей настоящей карьерой. Третья причина, по которой я советую идти в магистратуру, это если вы хотите сменить специальность, причем сменить ее кардинально. Иногда бывает, что вы закончили университет, и в принципе уже можете найти работу, пусть на какой-то низшей ступени, по специальности, которой бы вам хотелось заниматься. Я думаю, мой пример один из самых наглядных, я заканчивала бакалавриат по технической специальности, и мне хотелось попробовать что-то еще в этой жизни, причем попробовать что-то кардинально новое. Конечно, можно сразу идти и пробовать как-то на поле боя вырабатывать навыки, но иногда теоретическая база очень важна и нужна. Допустим, сама специальность журналистика, она очень широкая, но нам дают попробовать себя в совершенно различных ипостасях, дают попробовать себя как тележурналистов, как журналистов печатных текстов, дают юридические знания в этой области. То есть все то, что вы сразу не получите, если пойдете непосредственно работать. Конечно, этот шаг можно пропустить, с этим никто не спорит, но это очень и очень полезно. Четвертый пункт тоже, на мой взгляд, очень важный. Он звучит так. Я еще не знаю, что я хочу делать со своей жизнью. Иногда нам нужно немножко времени, чтобы подумать, что нам по-настоящему нравится, и, может быть, даже четырех лет основного образования нам не хватило, чтобы понять, что для вас призвание, что ваша специальность, мечты. Именно тогда магистратура — это отличный вариант, когда вы все еще можете прикидываться тем, что вы чем-то полезным занимаетесь и в то же время продолжать искать себя. Ну и, наконец, последняя, пятая причина — это если вы хотите иметь по-настоящему классную работу. Я, опять же, не отрицаю, что можно получить высокую должность, классную должность, высокоплащенную должность, если у вас есть только образование бакалавра или даже вообще нет высшего образования. Но, тем не менее, очень часто встречается, особенно это популярно среди старшего поколения, которые много смотрят на образование. Да, вы можете услышать множество историй, когда люди рассказывают, что приходили на собеседование, у них даже не спрашивали ни про диплом, ни про высшее образование. Но вот случаются в жизни такие ситуации, когда это действительно важно и действительно необходимо. И в этом случае, я считаю, лучше перестраховаться. И высшее образование — это всегда будет вашей визитной карточкой до тех пор, пока вы не достигли каких-то успехов на работе. Вы всегда можете сказать «Я магистр в такой-то области», и это реально круто звучит. Это позволяет другим людям, другим специалистам в этой области смотреть на вас с гораздо большим уважением. Чего вам вообще ждать администратуры? Практика, в частности, моя, показывает, что в основном люди идут туда, чтобы сменить специальность и при этом иметь диплом о высшем образовании именно в той области, в которой они хотят работать. То есть, например, быть журналистом можно вообще без высшего образования, в принципе, все это знают, ни для кого это не секрет, и многие подрабатывают в качестве журналистов. Если вы хотите иметь какой-то старт и при этом иметь теоретическую базу, и при этом иметь еще, так мы скажем, назовем ее справку, что вы вообще можете этим заниматься, то я думаю, магистратура — это очень и очень хорошая альтернатива работе. Я иногда думаю об этом, да, действительно, что два года уходит просто в никуда. У нас практически никто, когда учится в магистратуре, не работает, потому что настолько много учебы, и настолько все это действительно серьезно. Это не два часа по вечерам три раза в неделю, это действительно полноценная учеба, порой даже более тяжелая, чем когда вы учились в бакалавриате. По крайней мере, в моем университете это точно так. Еще один несомненный плюс, который хотелось бы мне добавить от себя — поступить в магистратуру несложно. Многие люди после окончания своего основного высшего идут сразу работать, и это абсолютно заслуживает уважения. И поэтому у вас состоится гораздо меньше конкурентов при поступлении, и я думаю, что это... Ну, просто этим надо пользоваться. Вы можете поступить в буз своей мечты, которые не смогли поступить, когда поступали в бакалавриат или на специалитет, и сейчас эта возможность, она гораздо ближе, гораздо реалистичней. Самые главные вузы страны уже открывают перед вами двери, и тут на самом деле важно только-только захотеть. Мой, наверное, последний совет на сегодня — начинайте готовиться к поступлению заранее. Как правило, поступление подразумевает какие-то свершения. То есть, если вы захотели сменить специальность, это значит, что нужно уже заранее пытаться думать, пытаться показать приемной комиссии, что вам это действительно интересно, и вы уже хоть чего-то, но добились в этой области. Как правило, вузы вывешивают специальные списки достижений, которые вы должны иметь, и можно их просто начать нарабатывать со второго, с третьего или даже с последнего курса университета. Все реально, поверьте мне, нет ничего невозможного. И если вам нравится учиться, это, наверное, даже как шестой пункт. Просто идите учиться дальше. Пока есть такая возможность, пока у нас это настолько доступно, я думаю, этим надо пользоваться. Ну а на сегодня это все. Оставляйте свои вопросы по магистратуре, вообще по университетам. Если вам вообще интересна тема высшего образования, пишите свои комментарии, и я всегда ваша. Пока!